Алё, Валь, привет! Слушай, я, короче, сегодня замутил видосик про очень страшный зашквар Самсунга, так что Apple может спать спокойно. Ну ты намёк, понял? Нет, конечно, я не продался купертиновцам, да они бы и не заплатили за такое. Я просто открою вам важную тайну, как правильно выбирать Самсунг и какие из них ни в коем случае нельзя покупать в 2018 году, иначе вас ждёт полный зашквар. Будет очень интересно. Погнали! Старое барахло под маркой Самсунг. Начнём с того, что все смартфоны бренда Самсунг, выпущенные ранее 2017 года, я покупать вам настоятельно не рекомендую. Их технические характеристики оставляют желать лучшего, особенно напрягают маленький аккумулятор. К тому же они не получат Android 9 или даже 8. Правда, есть один старый смартфон, который стоит купить в 2018 году. Угадайте, какой? Правильно! Galaxy S7. Этот флагман спустя два года после старта продаж остаётся вполне актуальным. Железо тянет последние новинки мобильных игр. Выглядит он неплохо даже для 2018 года. У Galaxy S7 есть защита от воды и пыли по стандарту IP68. Его одномодульная основная камера использовалась и в прошлогоднем Galaxy S8. Она умеет делать очень качественные снимки. Но главное — это цена. Около 23 тысяч рублей. Это как раз психологический порог стоимости смартфона для среднестатистического россиянина. Так почему бы не взять себе экс-флагмана от Самсунга? Ставь лайк, если тоже присмотрел себе Galaxy S7. Samsung Galaxy J серии. Я не советую вам покупать бюджетные смартфоны серии Galaxy J, а в особенности модели J1 и J2. Южнокорейский производитель придумал эту линейку для привлечения покупателей с низким достатком, которые хотели бы щеголять смартфоном с надписью Samsung. Однако маркетологи не были бы маркетологами, если не вставили в большую долю его стоимости цену бренда. Поэтому реальная себестоимость таких аппаратов очень низкая, а следовательно, железо там крайне отстойное и непроизводительное. Samsung Galaxy J1. Это модель 2016 года. В ней 4,5-дюймовый экран с разрешением 800 на 480 пикселей. 1 гигабайт оперативки, а объем накопителя всего 8 гигов. Это вам о чем-нибудь говорит? Такой смартфон сегодня надо обходить стороной. 6 тысяч рублей, отданные за него, будут выкинуты на ветер. Возьмите лучшую же Huawei Y5. В общем, с каждого по лайку, кто согласен, что Galaxy J1 это страшный зашквар. Samsung Galaxy J2. Даже его свежая версия 2018 года так и не получила экрана с разрешением хотя бы HD. Там всего лишь 960 на 540 пикселей на 5 дюймах, хотя и матрица Super AMOLED. Оперативки там больше не стало, полтора гигабайта. Этого мало сейчас даже для нормального серфинга в интернете. За 10 тысяч рублей можно найти лучшие аналоги. Взять, например, тот же Xiaomi Redmi 5. Он имеет HD 5,7 дюймовый дисплей, пусть и IPS, 3 гигабайта оперативки, значительно более мощный чипсет и емкий аккумулятор на 3300 мАч. На самом деле, вышесказанное касается в той или иной степени всей линейки Galaxy J серии. Ну, например, в этом году компания выпустила новые модели J6 и J8, которые получили вытянутый экран и стали уже больше похожи на современные смартфоны. Только вот почему-то Samsung не поставила в них NFC, это же полный зашквар. NFC присутствовал даже в J5 и J7 2017 года, и это было серьезным плюсом данных смартфонов. При стоимости в 15-20 тысяч рублей вы в PUBG и танке, даже на средних настройках, нормально не поиграете. В общем, есть куча гораздо более интересных смартфонов за такие деньги. Но не все так однозначно. На самом деле, есть некоторые причины, по которым можно брать Samsung Galaxy J серии. Первое. Если вы до смерти боитесь покупать китайские смартфоны и готовы переплачивать за якобы надежность и узнаваемость бренда. Второе. Амолед-экран, который ярче и сочнее на улице, видимость картинки будет лучше, чем на том же Redmi 5. Третье. Неплохие камеры по сравнению со многими китайцами. И четвертое. Это раздельные слоты для сим-карт и карт памяти. Ну, в принципе, удобно. Напишите в комментариях, кто недавно купил модель J серии и почему вы выбрали именно ее. Во всех остальных случаях я вам настоятельно рекомендую взять вместо Samsung Galaxy J аналогичные модели китайских брендов, например, Xiaomi или Huawei. Ну, про них вы уже знаете из других моих роликов. Как видите, среди смартфонов Samsung есть достаточно много моделей, покупка которых в 2018 году является настоящим зашкваром. Не бойтесь переходить на китайские марки. И эти производители уже доказали, что могут создавать надежные, а зачастую и самые производительные флагманы в мире. Ну, а если вы все же хотите именно Samsung, то лучше присмотритесь к свежим моделям A и S серии. Ну, а теперь игра. Угадайте, что это за смартфон? Это флагман одной китайской марки двухгодичной давности. Флагман. 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 Субтитры сделал DimaTorzok